Почти 15 лет бессонных ночей, постоянного страха и без доступа к государственным социальным услугам. Нет прописки, нет полноценной жизни, объясняют жители новостроек. Построив дом на незарегистрированном жилом массиве, местные жители до сегодня были в отчаянии. Но сегодня знаменательный день для десятерых семей жилом массива Джерентамагы. Они наконец получили технические паспорта на земельные участки. А это значит, теперь у них есть возможность отдать детей в детский сад или школу, встать в учет в ближайшие поликлиники и так далее. Мы купили участок без каких-либо документов и построили дом. После этого до нынешнего времени мы жили в страхе, когда придут и снесут дома или скажут нет документов, нет никаких прав. Особенно было тяжело с детьми. Всяких приходилось просить поставить на учет, чтобы они получили образование. И вот, слава Всевышнему, за два дня нам оформили документы. Огромное спасибо и низкий поклон нашему президенту, который думает и переживает о народе. Человек, который хочет работать во благо народа, вот так может за совсем короткий срок показать действие. Только теперь мы чувствуем себя свободными, полноценными гражданами нашей страны. Отдельное большое спасибо и мэрии, и нашей столице. Нашему счастью нет предела. Выданные технические паспорта не есть правоустанавливающий документ. Это документ, в котором указаны только технические характеристики дома. К техническому паспорту прикладывается экспликация и поэтажный план объекта. И выдают его не бесплатно. Зато возможностей открывается немало. Техпаспорт на сегодняшний день дает людям, проживающим в самовольных строениях, возможность прописаться по данному адресу, что в последующем им дает получать хотя бы социальный пакет. Это школа, поликлиника, детские сады, пособия получать. По стоимости здесь варьируется от 3,5 тысяч до 8,5 тысяч. Это, получается, зависит от конфигурации участка, площади участка и конфигурации строений. Когда-то на этом участке на волне всеобщего ажиотажа и путем захвата были построены дома. Сейчас их насчитывается около 1200. А жителей и того побольше. Вопрос легализации домов на этом участке остается открытым. Сложности возникают из-за того, что жилмассив расположен на территории санитарно-защитной зоны, рядом с юго-западным кладбищем. Вручая техпаспорта, городоначальник коснулся и этого вопроса. Мы когда начали обход, есть свежие захоронения, которые уже, несмотря на этот запрет, они производились. То есть было принято решение, забросили, и никто ее исполнение не проверял. На сегодняшний день, вы, наверное, когда ехали, видели, да? Уже все юго-западные полностью консервированы, закрыты. Более того, они даже, если вы заметили, под забором насыпь сделали, что закрыли, чтобы бродячие собаки, живность там не ходила, не переносила разные болезни. Мы тем самым пытаемся сократить вот эту санитарную зону. То есть если мы сейчас проведем полностью ее герметизируем, так сказать, консервируем, то у нас, тем самым мы сократим вот эту санитарную зону, и у этих людей будет возможность в дальнейшем узаконить уже. Кстати, Айбек Джунышалиев уже сто дней на должности мэра столицы. Он ответил на критику в просторах интернета о том, что городоначальник выполняет поручения президента. Мы должны быть среди населения, чтобы прочувствовать их проблемы и выслушать предложения. Только после этого, увидев все своими глазами, мы сможем начать искать пути решения проблемных вопросов. Сидя в теплых кабинетах, так сделать не получится. Аналогичная позиция и у президента Садыр Джапарова. Многие говорят и пишут в интернете, что я работаю по поручению главы государства. Еще раз повторюсь, это президент нашей страны. Я ведь прислушиваюсь не к какому-то президенту другой страны. Если я буду выполнять не его задания, то кого тогда? Мэр также отметил, что за три месяца работы решить проблемы, которые существуют на протяжении 15 лет, невозможно. Однако самое важное решить удается. Взять, к примеру, вопрос общественного транспорта. Есть договоренность, согласно которому Казахстан поставит тысячу автобусов в Кыргызстан. Мы сегодня проводим переговоры не только с казахстанской стороны. Сегодня приехал, скорее всего, уже министр промышленности Белоруссии. Мы с ним прорабатываем вопросы по приобретению автобусов, масс. Это тоже прорабатывается. То есть мы сегодня открыто со всеми работаем. И мы будем искать те варианты, которые отвечают интересам горожан, интересам города. Мы прежде всего будем выставлять именно эти интересы. Если они будут соответствовать интересам города, то мы будем принимать уже решения. Напомним, ранее с жителями жилмассива Джерин-Тамагы встретился президент Садр Джапаров. Граждане просили главу государства решить вопрос с оформлением документов на свои участки, пожаловавшись, что 15 лет не могут получить красные книги. Джапаров в ответ сказал, что по всей стране поэтапно решаются вопросы, связанные с узаконением жилья и участков граждан. Но при этом заявил, что митинги не помогут захватчикам решить проблему. А пока выездные группы проводят обследование, после чего на местах изготавливают технические паспорта на земельные участки самовольными домостроениями. Сегодня 10 из них вручил мэр столицы. К слову, на сегодня прошло 100 дней со дня избрания Айбека Джуншалиева мэром столицы. Айзадор Умбаева, Нурдан Карбеков, Пирамида.